Первые два семинара в этом году проводились весной и летом. Вначале с участием молодёжи, потом социальными педагогами. На итоговом форуме объединили всех. Мы приводим реальные примеры из жизни и знакомим ребят с реальными ситуациями. И ребята на этих семинарах могут покопаться в себе и воспринять эту ситуацию, ну, как бы, принять её на себя. И из-за того, ну, как бы, как они посмотрят, если бы к ним так относились, им было бы комфортно. И это действительно работает, подтверждает ученица 14-й школы. Дарья Анисимова уже второй раз на форуме. По её словам, их школа многонациональная, конфликты случаются. Однако, благодаря полученным знаниям и беседам с ровесниками, многие острые углы удается сгладить. Например, в ситуации с новенькой в их классе. Девочке из Португалии было непросто влиться в новый коллектив. У неё акцент, но она также посетила форум, и она говорит, что ей стало легче в этом плане воспринимать всех, и отношение к ней тоже поменялось. На форум также пригласили представителей национальных общественных организаций. Харкаш Алимов, родом из Таджикистана, вспомнил, как непросто было его землякам, которые в начале 90-х приехали на север работать. Менталитет, традиция и культура разные. Конфликты были неизбежны. С годами пришло взаимоуважение. Динамика взаимопонимания между гражданами Российской Федерации и приезжим мигрантами и их дети тоже налаживается к положительной стороне. Динамика идёт вверх, становится взаимопонимание. В рамках форума прошла межрегиональная конференция. Педагоги делились с коллегами своими практиками, проводили мастер-классы. Десятая школа презентовала проект «Деревенька счастливых семей». Ежегодно дети вместе с родителями представляют свою семью, рассказывают о традициях и увлечениях. Подходят к этому делу очень ответственно. Был такой случай, когда мальчик играл главную роль, а они представляли казахскую семью. У него не было национального костюма, но бабушка живёт в Казахстане. И сестра, получается, оставила свою учёбу, отпросилась студентка в Омске, поехала на границу. Бабушка ей передала этот костюм национальный. И именно ко дню выступления костюм был доставлен в город Нефтьюганск. Параллельно для молодёжи проходила ролевая игра. На тренинге обсуждали разные психотипы людей и взаимодействия с ними. Завершился семинар спектаклем документального театра «Все свои», основанного на реальных событиях.